Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, благоставляю всех вас, братья и сестры, да и сегодня второй день праздника Троица, Пятидесятница в православном календаре, день Святаго Духа. Да, я очень рад тому, что в православном календаре, даже в традиционном православии есть такой день, второй день Пятидесятницы, когда целый день посвящается именно личности Святаго Духа. Действительно, это считаю великим благословением, потому что личность Святаго Духа это самая величайшая личность, сегодня действующая здесь. Написано, что есть общение с Святым Духом и сам Господь Иисус Христос, Он Духом Святым принес Себя непорочного Богу и совершил наше спасение. Дух Святой сегодня, скажу так, это эра благодати. Дух Святой это наше спасение, это наша христианская жизнь, победоносная жизнь, это действительно наше все. И, конечно же, да, есть день Святаго Духа, но по сути не просто день в году, а весь год и все годы нашей жизни, уже два тысячелетия, без малого два тысячелетия, 1989 лет, начиная с 30-го года нашей эры, когда совершилось это великое таинство, великое чудо, сошел Дух Святой, как в виде огненных языков на апостолов, на первую церковь, их было немного верующих, тогда облекшихся силой свыше, человек 120, но с этих 120 человек, с этого небольшого собрания верных, родилось все христианство, будем так говорить, проистекло, можно так сказать, проистекло с этого ручейка все христианство, как огромная полноводная река благодати Божьей. И действительно, я скажу, что мы вот словословим в начале литургии, допустим, да, одно из таких самых знаменательных, как раз начало самой литургии возгласов, там священнослужитель возглашает, священник возглашает, благословено царство Отца и Сына и Святого Духа, благословено царство Отца, Сына и Святого Духа, во веки веков благословено его царство. И вот действительно мы, по сути, уже два тысячелетия это царство провозглашаем, это царство расширяем, распространяем, потому что каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человека, это как будто бы еще одна пять земли, отвоеванную царство тьмы, перешедшее в царство света, в царство возлюбленного Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, как говорили первые апостолы, первые верующие, наши с вами старшие братья, они провозглашали этот символ веры своей, который и сегодня мы провозглашаем с превеликим удовольствием. Я его часто провозглашаю, этот символ веры, это исповедание веры, что нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Спасаемся! Слава Господу! И, конечно, говоря о личности Святаго Духа, я проводил семинары на эту тему, есть семинары о дарах духовных, о деяниях Духа Святаго, да и по большому счету даже деяния апостольские, они во многом являются действительно деяниями Духа Святого. И сегодня, сегодня в наш час, да, спустя почти два тысячелетия, вот этой эры благодати, эры Духа Святаго, Божий Святой Дух, Руах, Адунай, Руах, Элухим, Дух Бога, он действует среди нас верующих, в нас верующих и созидает святой храм в Господе. Третий храм уже из живых камней созидаемый на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Слава Господу! И действительно никто не может положить другого основания, кроме положенного самим Богом, Духом Святым положенного Иисуса Христа. Основание, фундамент, сам Иисус Христос, Господь наш. И весь этот храм, третий храм уже, святой в Господе, он именуется телом Машеха, телом Христа, телом Мессии. Слава Господу! Из живых камней созидается третий храм уже два тысячелетия. И сегодня верующие разные конфессии, разные динаминации прославляют Господа, живого Бога, святого Израилева. Слава Господу! Благоставляю всех вас! Сегодня читаю Акафист, Святому Духу. И сегодня прославляем действительно достойного всяких похвал и прославления Духа Святого. Спасибо тебе, Господь! Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе! И пусть благодать Господу нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребывает со всеми нами. Из города Москвы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь, Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа.